Накануне Спасдеменск отметил 575-й день рождения. Программа традиционно была насыщенной. Выставки, ярмарки, парад колясок в парке, большая концертная программа. Но мы сейчас уделим особое внимание освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Масштабная реконструкция, наступательная операция, это всегда очень зрелищно и важно с точки зрения приучения молодежи. Моя коллега Ксения Баранцова работала на площадке и, как всегда, не упустила ни одной детали. Рассказала даже о том, что творилось в танке. Если он вот так попадет на тебя, вот так, неправильно, то он у тебя не закроет. Последние минуты перед началом. Инструктаж дан. Оружие заряжено. Можно в бой. Реконструкция боя с поздеменской наступательной операцией в день города многолетняя традиция. В августе 43-го здесь шли ожесточенные бои за освобождение своих же территорий, пропитанная кровью. Гнездиловская высота здесь рядом. Буквально рукой подать. Ценой тысяч жизней советские войска продвинулись на десятки километров на запад. Освободили около 500 населенных пунктов. Преподают живой урок истории около ста реконструкторов. Из Тулы, Смоленска, Калуги, Москвы. Задача моего подразделения была прикрытие артиллеристов. Дальше уже участвовали в качестве пехоты, пошли в атаку. Если вы наблюдали, мы взяли в плен несколько немцев. Оружие для реконструкции идет специально. Это охлощенное оружие, то есть настоящие боевые винтовки-автоматы, но переделанные под холостой патрон. Как видите, вот эта винтовка была сделана в 41-м году. То есть настоящий раритет. С ней воевали. Не боятся брать в руки оружие, стрелять и лезть в самое пекло даже девчонки. Зрители замирают, а они, как ни в чем не бывало, идут в наступление. Самым юным по 14 лет. Это учащиеся кадетских классов. Там стреляли, тут стреляли. Внутри даже ни капелюшечки не страшно. Нет, я была к этому готова. Я готовилась к этому. Я представляла, что будет. Инициатива была моего командира. Принимали участие только старшие кадеты. Поэтому я не стала отказываться от этого. Все-таки не всегда дается возможность получаться в реконструкции. Главный действующий герой на поле битвы советский танк Т-60. Собран из разных деталей реальных машин военного времени. Части танков специальная поисковая группа находила на полях сражений. Теперь этот красавец участвует в реконструкциях и снимается в военных фильмах. Уже после реконструкции гости не расходятся. И самое, конечно, популярное место – это вот этот вот танк Т-60. Мальчишки, девчонки окружили в высоте сторон и разрешили нам даже залезть внутрь. Я вам сейчас покажу, что здесь в кабине экипажа. Танк рассчитан на экипаж из двух человек. Вот на этом месте должен сидеть механик-водитель. Вот ручка переключения скоростей. Здесь педали. Здесь есть еще одно место для стрелка. Тут, конечно, все очень компактно внутри, очень тесно и очень-очень сильно жарко. В 43-м, чтобы отвоевать эту территорию, советским войскам понадобился практически месяц. Вот и сегодня противник подавлен, с поля боя бежит. Советские солдаты делают победный залп. Зрители под впечатлением. Очень впечатляет это все. Очень заставляет задуматься о том, как наши предки победили в этой войне. Привозим детей, чтобы они знали, помнили. Я была вся в мурашках. То есть вообще, я вот даже не ожидала, что сейчас бабахнет там, там, везде. Это так круто. Прям у нас дети. Я сама была в детском восторге от этого всего. Здорово очень. Все участники просто огромные молодцы. Мы не пожалели то, что приехали. Все было просто на высшем уровне. Ксения Баранцова, Виктор Степин, телекомпания НИКТВ, Спасдеминск.